гонзалес повернулся и направился к ним сделав мне знать идти следом когда мы приблизились к ним они повернулись и вышли в дверь перед нами повернули налево и пошли дальше по коридору затем коридор под углом начал сворачивать вправо а потом расширился прямоугольную комнату с высоким потолком прямо перед нами появилась большая дверь я спрашивал себя откуда исходит свет коридоры комнаты были ярко освещены но я не увидел никакого источника света войдя в комнату мы остановились все молчали я искал источник света когда женщина повернулась и заговорила со мной она говорила с акцентом которого я никогда не слышал видимый свет создается частотой сказала она по-английски я удивился и посмотрел на нее прежде чем мне удалось ответить через большую дверь прошла еще одна женщина она была одета в такую же белую мантию с капюшоном на голове она посмотрела в глаза каждому из нас и вышла не сказав ни слова каким-то образом я сразу же понял что нужно одеть капюшон мы вышли через дверь и начали спускаться по изогнутой каменной лестнице на один этаж ниже лестница поворачивая влево внизу находилась еще одна дверь с тем же символом на таркой по двое мы начали проходить через дверь вокруг овального стола сидели люди в одинаковых мантиях другие стояли и сидели на каменных скамьях в таких же белых мантиях затем я заметил что каждый человек носит подвеску подвески отличались друг от друга и имели разные символы я понял что это символы их друг и видел как некоторые люди касались и теребили свои подвески они смотрели на то что можно описать только как голограммы оказывается подвески были не просто ювелирным украшением представлявшим их цивилизацию или группу это были и технологии нам с гонсалесом показали наши места впереди комнаты и я посмотрел на каменный стол в центре находилась большая золотая восьмиконечная звезда внизу справа с нашей перспективы расположилась меньшая красная восьмиконечная звезда сопровождавшие нас люди казались хозяевами данной встречи все они носили подвески со стилизованным изображением сатурна включая кольца на каждой подвеске было по одному камню помещенному в разные места на поверхности планеты позже гонзалес объяснил что местонахождение и вид камня представляет конкретный регион расположенный под землей из-за стола вышел человек с подвеской с сатурном с розовым камнем внизу он представил сидящим за столом меня гонзалеса а также познакомил нас поименно со всеми присутствующими в комнате после представления каждого человека все сняли капюшоны гонзалес просил меня не разглашать имена занятия и название групп по нескольким причинам главная причина ему хотелось удержать их доверие он не хотел никого расстраивать как произошло недавно когда я входил в детали о видах инопланетян посетивших заседание супер федерации именно потому некоторые члены супер федерации потребовали чтобы на будущих встречах гонзалес занял мое место запрос был отклонен не никогда не запрещали делиться данной информацией и это было написано на моем лице во время совещания с советом альянса ткп и явилась одной из причин почему они хотели видеть делегатом гонзалеса они меня у меня никогда не было проблем с признанием того что гонзалес лучший дипломат и публичный оратор чем я однако решение принимали не совет альянса ткп не гонзалес не я пока сначала я не отклонил приглашение я поделюсь символами на подвесках присутствующих на встрече вернувшись домой я нарисовал все символы на листке бумаги и отправил их модератору сайта умевшему рисовать это великолепное представление того что мы видели на подвесках разных подземных групп бесспорно все представители подземных групп люди но этнически они выглядят немного иначе чем обитатели поверхности планеты одни приземистые с африканскими чертами и бронзовой кожей другие похожи на азиатов и индусов с разными цветами кожи включая бледно-голубой и телами обычно ассоциирующимися с данными этническими группами на поверхности 3 выглядят как жители средиземноморья 4 напоминают обычных европейцев также были высокие стройные и бледные люди с белыми желтыми черными и коричневыми волосами которые являлись хозяевами данного события на встрече не присутствовали представители древние отколовшиеся цивилизации майя в группе носивший подвески с сатурном были люди выглядевшие похожими на них но со слегка отличающими типами тел в дополнение к символам сатурна имелась серебряная звезда изогнутая золотая свастика не отколовшаяся нацистская группа символ омеги с золотой восьмиконечной звездой в центре и символ в виде песочных часов возможно стилизованное изображение созвездия орион должен признать что символ свастики наряду с использованием других терминов и набора символов расстроил меня настолько что я чуть не похоронил данную статью я ни в коей мере не антисемит не антисемиты и эти группы хотя и рассматривают всех обитателей поверхности с разной степенью презрения когда я упомянул про свастику дэвиду уилл коку он сказал что немцы заимствовали данный символ после того как побывали на потрясающей лекции гурджиева в начале двадцатого века гурджиев раскрыл огромное превалирование того же символа почти во всех культурах земли индусов хаки японцев эскимосов греков и римлян то есть на всех континентах кроме антарктиды свастика была одним из главных символов которые им дали их боги для представления себя гурджиев рассматривал ее как очевидное доказательство продвинутой всемирной разумной цивилизации что особенно притягивала к ней немцев весьма вероятно что с 1898 года гурджиев занимался весьма спорным исследованием в ельском университете и как которое позже было запрещено как способствующий приходу нацистов власти предпринимались активные попытки исключить данное исследование из академического курса хотя она все еще сохраняется после вводного выступления одного из людей за столом я понял что на встрече представлены семь разных групп хотя союзниками или генетически близкими были всего три группы каждую группу представляли три представителя комнату в которой мы находились неоднократно называли лоном и сиды позже я узнал что это был храмовый комплекс предназначенный для духовных и политических событий большая часть групп включала одну или двух женщин кроме группы с символом восьмиконечной звезды внутри греческой буквы омега дни были только мужчины очевидный лидер данной группы несколько раз упоминал принца венеры утреннюю звезду и носителя света я был сильно расстроен поскольку у меня все эти термины ассоциировались с люцифером я сосредоточился на энергии других групп и всем им было очень некомфортно с данной конкретной группой что неудивительно одна из остальных групп имела хорошо известную и могущественную флотилию космических кораблей созданную ткп я сразу же узнал их символику затем начались переговоры между разными группами человек открывший заседание просил всех говорить по английски из уважения к гостям но это продлилось недолго все начинали по-английски но затем переходили на какой-то другой язык позже гонзалес сказал что это был дооккадский язык который уже давно исчез на поверхности планеты потом они снова переходили на английский обменивали и репликами на других давно вымерших языках также имело место телепатическое общение естественно мне было очень трудно следить за происходящим мне удалось понять что обсуждались нападения на разные подземные города и потери которым они приводили также обсуждались предательства со стороны некоторых тайных обществ и групп на поверхности которые считались прибывающими под контролем я смог установить что сейчас у их врагов на поверхности имеется технология позволяющие обнаруживать подземные города и преодолевать их защиту люди на поверхности развили экзотическое оружие способное проникать на большие глубины и наносить огромный урон это означало нарушение всех и всяческих договоров сейчас группы на поверхности стали жестокими и беспощадными врагами люди жившие внутри земли чувствовали себя уязвимыми ощущали угрозы и нуждались в ком-то на кого можно было бы надеяться в смысле защиты также обсуждалось что обитатели поверхности строят все больше и больше подземных городов загрязняя при этом очень чувствительную подземную экосистему также подземным жителям приходилось иметь дело с недавними стычками с разными очень жестокими подземными группами не гуманоидов это вызывало большую озабоченность стало очевидно что все вышеперечисленные затруднительные обстоятельства вынуждали их вступать в альянсы друг с другом нечто что до настоящего времени считалось почти невозможным обсуждение продолжалось около двух часов но нам удалось понять лишь небольшое количество сказанного затем лидер группы омега восьмиконечная звезда пригласил выступить гонзалеса позже гонзалес сказал чтоб поступив подобным образом лидер выказал неуважение своим гостям гонзалес знал содержание договоров между группами и пытался следовать им так тщательно как только возможно он посмотрел на женщину с подвеской сатурна с камнем розового цвета и она кивнула ему что он может продолжать гонзалес говорил с места прямо рядом со мной я не мог видеть его пока он говорил но видел комнату он обращался к каждой группе поименно и благодарил за приглашение участвовать в роли представителя альянса поблагодарил он и группу организовавшую эту встречу далее он говорил о чести принимать небольшую делегацию прилетевшую с одного из внешних блокпостов альянса ткп несмотря на громадный личный риск он продолжил что несмотря на значительное расхождение в точках зрения и на то что альянсы пребывали в конфликте с тем что сейчас мы все пытаемся достичь он выражает надежду совета альянса ткп что между всеми сторонами будет достигнуто взаимопонимание в него будут входить изменения в том как жители подземелья будут общаться с правительствами и гражданами с которыми контактируют на поверхности планеты потом гонзалес сделал паузу и я видел как тщательно он подбирает слова он пытался сделать все возможное чтобы донести до высоко восприимчивой аудитории свои мысли и эмоции затем он произнес заранее подготовленную краткую речь рассмотрел сложную историю взаимоотношений этих и других древних отколовшихся групп с обитателями поверхности планеты уходящую в прошлое на десятки тысяч лет он обращался к каждой группе в комнате открыто говоря об их прошлых и нынешних обманах правительств армии граждан речь закончилась тем что мы входим в новую эру открытого сотрудничества и честности пока он это говорил я почувствовал в комнате внезапный всплеск напряжения и смешанных эмоций и энергии гонзалес поклонился и сел позади меня продолжая всматриваться в делегации сидящие за столом они начали переговариваться между собой на разных языках временами они говорили друг за другом или перебивали друг друга часто наклоняясь гонзалесу или ко мне говорили они спокойно но было очевидно что они не испытывали никакого удовольствия кое от чего из того о чем говорил мой партнер затем нам прочли снисходительную лекцию о том что у нас нет права их судить из-за ограниченного понимания и знания каждая делегация рассказывала об их восприятии нас как варваров больных и генетически нечистых они утверждали что являются единственными сохранившими разные изначальные человеческие кровные линии волна за волной беженцы с близлежащих планет смешивали свою генетику с коренными обитателями этой планеты поэтому они и считали мир на поверхности чумой они утверждали что на протяжении последних 20 миллионов лет с момента появления на земле изначальных человеческих кровных линий произошли 4 главных катаклизма изменивших ось вращение или орбиту земли вокруг солнца каждый раз когда происходило подобное событие элита или каста жрецов хранили свою генетическую линию чистой посредством изоляции себя под землей такие небольшие группы выживали а наземные цивилизации исчезали в толщах времени и в результате мелких деструктивных событий на поверхности очевидно бывших катастрофическими из памяти выживших стерлись почти все воспоминания об их бывших цивилизациях остались лишь мифы и легенды о продвинутых богах ораторы утверждали что время от времени они появлялись чтобы подтолкнуть выжившие цивилизации наиболее тесно связанные с ними генетически они заявляли что выжившие расы считали себя богами из своих же древних легенд было решено что они позволят тем кому помогали считать себя богами чтобы сохранить в тайне и безопасности свои подземные цивилизации также они рассказывали что в нашей солнечной системе имеются и другие планеты заселенные в тот же период времени которые тоже пострадали от сильных катаклизмов чтобы дополнить такую и без того невероятную историю они утверждали что в периоды после катаклизмов из-за пределов солнечной системы начали прибывать все больше и больше продвинутых групп новые группы начинали пользоваться преимуществом ситуации чтобы насаждать новое и манипулировать генетикой аборигенов солнечной системы подписывайтесь на канал и не пропустите новые выпуски берегите себя